Вывели из тени. В Саратове госавтоинспекторы ловили любителей тонировки. На этот раз посты технического контроля расположились около экономического университета на Большой Горной и на улице Радищева. Раньше за подобное нарушение у автовладельцев забирали номерные знаки. Теперь от этой практики отказались. Вместе с представителями ГАИ нарушителей выявляла и наша съемочная группа. Из потока автомобилей сегодня сотрудники госавтоинспекции останавливают сечь и стекла не соответствуют ГОСТу. Несмотря на то, что полная тонировка уже давно под запретом, любителей полумрака в салоне достаточно много. Только за первый час работы дорожные инспекторы остановили около 10 автомобилей. Сотрудниками ГИБДД, то есть сотрудники ДПС, которые находятся на линии, и другие сотрудники технадзора, Особое внимание уделяется автомобилям, где стекла, эксплуатируется автомашина со стеклами, не соответствующим ГОСТу. То есть с тонированными стеклами, это лобовые и передние боковые стекла. Сотрудники госавтоинспекции выявляют от 80 до 120 нарушений именно во время рейда. Этот прибор называется тоник. С помощью него сотрудники ДПС определяют уровень светопропускаемости стекол. У лобового и боковых он должен превышать 70%. Если этот показатель будет ниже, то сотрудники ДПС выпишут автовладельцу штраф. Один в трону. Сумма штрафа небольшая – 500 рублей. Однако платить ее готовы не все. Илья говорит, дешевле распрощаться с тонировкой. Пленку с машины молодой человек отклеивает на месте. Вечером я сегодня затонирую за сезону. Удобно так. Темно в салоне, меня не видно. Те, кто не захотел снимать тонировку на месте, оплатят штраф. Но в течение трех дней им все равно придется устранить нарушение. Иначе в следующий раз автовладельца ждет штраф уже в 1000 рублей или административный арест до 15 суток. Анастасия Куклева, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.